Деньги на реконструкцию 99-й школы выделяли уже несколько раз. Но чиновники из местного правительства, курирующие стройку, за три года так их и не потратили. В итоге образовательным долгостроем заинтересовались сотрудники прокуратуры. Они предписали в месячный срок исправить все нарушения. Нецелевым расходованием средств займется милиция. К закону оно должно быть рассмотрено и приняты меры устранения. Депутат областной думы Леонид Песной считает, ремонтировать школу должны под контролем города. Только Саратов по-настоящему заинтересован в ее открытии. Но правительство выпускать финансовые потоки из своих рук не хочет. Я не понимаю вот эту упертость областной власти по отношению к этому объекту. Два раза собирались в кабинете у Филиппова, один раз даже запрет Федотов принимал участие. Нам навязывают временную схему консервации. Основной удар приняла на себя 67-я школа. Когда закрыли 99-ю, она пополнилась сразу на 7 классов и перешла на обучение в две смены. Настя в этом году заканчивает школу. Три года назад ей обещали, что выпускаться она будет из родной 99-й. Тогда чиновники говорили, реконструкция займет не больше двух лет. Теперь Настя с друзьями по старой школе вспоминает, как там было учиться. Там немножко по-другому учили, там программа у нас была, ну, как мы назвали, особенная. Там интересно было, к чему-то стремились. Ну, везде сейчас, конечно, так, но самое детство. За три года в 67-й выпустили три потока приемных детей. Остальные, такие как Настя, уже стали родными. Микрорайон, который мне сейчас передали, и я должна учитывать детей в этом микрорайоне. Это накладно, конечно, для меня и для моих педагогов. По всем нормативам 67-я школа может принять чуть больше 800 человек. Сейчас здесь почти 1200 учеников. Занятия идут в две смены. Последний урок заканчивается в 7 часов вечера. Если бы 99-ю открыли, говорит директор, дети уходили бы домой гораздо раньше. Анна Головчинская, Олег Буланов, Дмитрий Казарин. Новости Телеобъектив.